Всем доброго времени суток! Наш новый день в Казахстане, в город Алматы, и мы не могли не заехать к нашему одному из самых любимых исполнителей Виктору Цою. На улице Тулебаева буквально совсем недавно установили вот такой вот замечательный памятник, именно на том месте, где снимался фильм «Игла» с Виктором Цовым в главной роли. Очень зеленый, как обычно, сквер, очень удачное место, откровенно говоря, проезжая по главной улице, в принципе, его видно. Песни в исполнении Виктора Цоя — это не просто какие-то песни там были, и все, и человек умер, погиб, и на этом его забыли. Нет, это целая эпоха. Из поколения в поколение его слушают и слушают. У нас с Антоном разница в возрасте, и его поколение слушает, я помладше мое поколение слушает, у меня сестренка 15-летняя. Они, конечно, уже не так слушают, но в любом случае слушают. И здесь, в Казахстане, его очень сильно любят. Кстати говоря, старшее поколение семьи Виктора Цоя проживало и, скорее всего, до сих пор проживает на территории населенного пункта Кызылорда в Казахстане. Поэтому его здесь тоже очень сильно любят. Эту семью достаточно многие люди знают. Простые люди, как и он сам, в принципе, был. Сам Виктор Цой родился в Ленинграде и умер на территории бывшей Латвийской СССР. Но суть не в этом. Суть в том, что до сих пор его здесь помнят, знают, любят. И часто вот что в Нур-Султане, что здесь, когда из машин, когда у машины открыты окна, доносится его музыка. Но, в принципе, мы тоже его любим, слушаем, всю дорогу слушали. В общем, суть не в этом. Памятник Виктору Цоя на улице Тулебаева в Алматы обязательно стоит заехать тем, кто хоть чуть-чуть его любит. Ну, как можно пропустить вот этот вот памятник? Я думаю, что песни Виктора Цоя будут жить вечно. Да, я тоже так. Мы едем дальше. Сейчас мы находимся возле главной мечети города Алматы. Это еще одна из крупнейших мечетей именно по занимаемой площади на территории Казахстана. Высота купола этой мечети достигает 36 метров, в то время как, например, у Хазарет Султан в Нур-Султане 51. То есть, как бы это все-таки пониже будет. Но, тем не менее, это не умаляет ее красоты, ее масштабов и ее значимости. Сама мечеть внутри вмещает 7 тысяч человек. Опять-таки, если сравнить с самой большой мечетью в Казахстане, это на 3 тысячи меньше. Но в то же время на 2 тысячи больше, чем в Нур-Астане. Да, мы все помним, мы все знаем. Мы попытались с мухой немножечко заснять кадры. Красивая мечеть, но в данный момент здесь вокруг на территории ведется реконструкция. Из-за этого очень пыльно, очень много рабочих. И немножечко смазывается вот этот вот эффект такой вот прям вот красивой мечети. Ну, все равно здорово. Субтитры подогнал «Симон» На сегодня у нас запланирована поездка в прекраснейшее место Казахстана – Черенский каньон. Немножко припозднились, конечно, но мы ждали это кафе, хотим подкрепиться. Вот такой вот вкусный завтрак мы заказали. И сейчас будем кушать. У нас пита с грибами, каша рисовая, большая порция, мы взяли одну-двоих, какао и еще принесут сырнички. Завтраки здесь очень бюджетные. Вот, например, пита вам летит с грибами 455 тенге на наши деньги, это примерно 75 рублей. Каша овсяная или каша рисовая 425 тенге, то есть 70 рублей на наши деньги, это вообще классно. Какао по 395 тенге, и нам еще принесут сырнички. Мы заказали 4 штуки, каждый сырник по 165 тенге. В общем, кушайте на здоровье называется. В общем, вкусненько покушали в наши любимые уже кафешки, уже второй раз там кушали. Очень вкусно готовят. Сейчас мы едем до Черенского каньона, ехать нам, навигатор показывает 218 километров. Надеюсь, что дорога будет хорошая. Не как до Алматы, да? В общем, дорогу покажем, сейчас расскажем. Там, по-моему, платный участок должен быть. Да, все заснимем. Все заснимем, постараемся. В общем, едем. Вот такая вот дорожка, в целом неплохая. Не автобан, конечно, как и обещали, но 100 с копейками, с небольшим можно ехать. В течение более 100 километров, если верить этот источникам, она будет именно такая. От Алматы до Черенского каньона. И вот что еще хочу сказать. Стоило только лишь отъехать от Алматы, как начались опять снова степи, степи, степи. Вдалеке, конечно, есть деревья, но уже не так все зелено. Как, например, Алматы, которая удивляет просто своей вот этой вот насыщенностью. Если кто-то думает, что Казахстан это только степи, степи и еще раз степи, то нет. Я хочу, чтобы вы знали, что здесь очень много симпатичных вот таких вот гор. Продолжение следует... Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. У нас двое машин и сколько мы? Рядом с Черенским каньоном организована территория национального парка, который так и называется. Национальный парк Черенский каньон. Въезд сюда платный и вход, собственно говоря, тоже. С человека 700, где с каждого, то есть, получается, за двоих модель 1400 плюс 200 рублей за въезд на автомобиль, который мы оставим на парковке. Проехали от Шлагбаума мы совсем недалеко, и вот такая вот здесь парковочка, где все оставляют свой автомобиль, так как вниз к каньону по грунтовой дороге запрещено спускаться на своем автомобиле. Кто-то говорит, что это плохо. На самом деле, если честно, очень много автомобилей в свое время застревало там, и не могли выбраться, особенно низкие седаны. Поэтому администрация пришла к выводу, что проще пустить автобусы, которые за тысячу тенге в одну сторону с человека, могут вас доставлять, если, бога ради, вы не хотите идти пешком. Мы с Антоном решили вниз спуститься, а наверх посмотреть по ситуации. В 220 с небольшим километрах от Алматы расположился вот такой вот природный просто ресурс обалденный Черинский каньон. На удивление, мы просто реально удивились, очень хорошие дороги, просто вот, ну, не скажешь прямо идеально-идеально, но по сравнению с тем, что мы пережили с Антоном, когда ехали в Алматы, это просто, можно сказать, сказка. Добрались мы за 3 часа 20 минут, с учетом того, что мы немножко останавливались, спускали там дрон чуть-чуть там и так далее. То есть, в целом нормально до такого расстояния, до такой местности. Трассы неоживленные, и, кстати говоря, вот нас все пугали на форумах гавишниками, дорожниками, да не сказать, что их здесь много, то есть, ну, вообще даже очень немного. Хочу добавить еще по поводу дороги. Раньше последние 15 километров до Национального парка была Гравийка, то есть прямо вот конкретно такая вот каменная дорожечка. И буквально еще в мае я читала отчет одного путешественника, он ехал с фотографиями приложенными по вот этому покрытию, и говорил, что неужели никогда не сделают? Мы с Антоном уже морально приготовились, подъезжаем, а там новенькое полотно. В общем, на Черенский каньон можно смело ехать на своих колесах и не бояться, что вы где-то потеряете. Дабы сделать красивые фоточки для Инстаграм и для себя на память, мы решили попробовать спуститься вот на этом месте. Об этом месте впервые я узнала из шоу «Тут вам не там», где они как раз-таки разделились, типа «Орла и решки», только другого формата, где они разделились. И девушка поехала в каньон, парень не помню, где там обитал. И мы тогда еще с Антоном посмотрели, боже, ну прикольные места, почему бы не здесь, если это было несколько лет назад. С тех пор много всего прошло, мы начали ездить на машине, расстояние не кажется такими большими, но этот каньон всегда хотелось посетить. И вот когда вот уже наконец-то здесь, даже как-то не верится, на самом деле, стоя вот на этом камне, над обрывами, высота скал здесь от 150 до 300 метров. Вы можете себе представить, настолько прикольно. И если вот стоит снимать фильмы про Марс не на виртуальной площадке, то однозначно это место достойно таких съемок. Про каких-нибудь индеец можно снимать там. Безумный Макс. Да, 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 да. Какой-нибудь пятый. Последняя часть там, да? Да, да, да. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Поднялись мы с нашего утесика. Здесь очень везде красиво, но очень опасно, честно. Прям вот камушки из-под ног. Я спускаюсь, чуть не грохнулась. Он там, ну аккуратней, сам чуть за мной не полетел. Потому что невозможно аккуратнее, неаккуратнее. Наками наступаешь, он поехал. Поэтому здесь везде висят таблички, поэтому обязательно важно соблюдать технику безопасности и не рисковать зазря, ведь жизнь все-таки у нас одна. И она прекрасна. Она все обманывает. Я никуда не падал. Нет, мы не упали. Это только Настя падает. Прогуливаться по каньону можно как по нижней части, так и по верхней. Причем и там, и там должно быть очень интересно. То есть мы вот сейчас прогулялись по верхней, пофоткали, запустили нашего диджик-муха. И сейчас мы идем оттенки прогуляться по низу. Весь каньон, естественно, вы не обойдете. Протяженность его 154 километра. Туристическая зона, конечно, намного меньше. Климанс здесь экстремальный. Самое лучшее посещение его ранее весна, когда уже снег сошел. Либо осень, сентябрь, октябрь. Вот сейчас вот октябрь. Почти уже середина, откровенно говоря. И вот такая жара, стоять я вот тут в рубашке. Я просто мокрая вся. Простите за подробности. В летние месяцы температура воздуха может достигать до с плюс 40. А с учетом, что ни тенька, ничего, вы просто можете здесь откинуться. Но если все-таки вы приехали летом, ну, конечно, внизу будет явно прохладнее, чем вот здесь вот наверху на палящем солнце. Без воды здесь делать нечего вообще. Мы вот взяли с собой литр. Нам его явно не хватит. Мы уже выпили почти полбутылки. Это мы буквально вот чуть-чуть совсем в начале нашего пути на каньоне. Магазинов здесь нету. Говорят, в самый пик сезона здесь работают какие-то частенькие кафешки. Пока что ни один не видели. Может быть, не пик, может, не сезон. Когда мы заезжали, две девушки ругались из-за оплаты на каньон. Прямо ругались с охранником. Как будто бы, честное слово, это он свой шлагбаум притащил, поставил и кайфует, стоит, деньги собирает. Он им показывает правила. Они как, понимаете, честно, позорники. В некоторых местах готовы отдавать такие большие деньги, да, как бы необоснованные, молчат. А здесь решили с обычными сотрудниками пободаться. 1600 кинге за двоих. На наши деньги 250 рублей. Вот честно скажите мне, пожалуйста, нужны такие большие деньги, вот такую красоту, которую убирают. Везде стоят мусорные баки, бесплатный туалет, беседки, парковка. Ну, я не знаю. Наверное, везем большие. Чиринский каньон находится на стыке рядом с границей Киргизии и Китая. Если мы не ошибаемся, то вот позади уже видны китайские горы. Мы смотрели по карте, там ни одного населенного пункта вообще. Дома начинаются, города там дальше ниже. Но вот снежные вершины, уверенно, на 99% это Китай. Настя, там у нас маленько ошиблась по поводу бесплатных туалетов, да, Настя? Да. Тут один туалетик у нас платный, 100 тенге получается. Да, с человека. Вообще, в целом территория облагороженная. Ну, вот уже дошли до низа, сейчас спустимся и пройдемся по каньону. Все, мы спускаемся. В некоторых статьях в интернете пишут, что совмещайте каньон с чем-то еще. Все, просто каньон, это скучно. Вот, честно, наш совет, выделяйте на каньон целый день. Мы два умника приехали сюда уже ближе к 3 часам дня, и поэтому уже солнышко садится, и мы не успели даже 1 десятый того, что можно было бы здесь успеть. Мы, конечно, сейчас идем вперед. Он видит автобус. Так что обратно, скорее всего, мы поедем на транспорте. Но здесь интересно, честно, здесь есть что посмотреть. Такой транспорт у нас катается. Самая классная табличка с указанием из всех, которые встречались. Лица, оставившие надпись на камнях, привлекаются к ответственности. Очень верно, потому что я не понимаю вообще, ладно, когда красивые искусства, например, в пешеходных переходах, зачем портить природу? Руки чешутся. Или, как говорится, дурная голова рукам покоя не дает. Или там Тимур любит Лену, блин. Вот так, пример. Лена плюс Миша. Это вообще зашибись. Что самое интересное, машинка едет пустая в ту сторону, да? Да, и полная в обратную. А обратно едет все битком набитые вообще. Для того, что уже солнце садится, и все туда-то уже все. Мы только ненормальные дни идем. А обратно все уже массово выезжают. Вообще заявляют, что начать просеивать вот эту вот осыпающуюся породу, то можно каких только останков, не знаете, всяких моллюсков, животных, мелких. О, чего только не найдешь здесь. Потому что сколько им лет, об этом только бог, наверное, знает. Все эти скалы в какой-то причудливой такой вот форме. Вот это издалека, если вы как будто какой-то динозавр, что ли. Вот там, не знаю, с разных сторон смотришь, как будто улыбается мужчина с чубчиком. Смотри, Антош. Да, вот он. Не, на черепаху больше похоже, наверное. Как будто голова. Если голова, да. А если приглядит тут рот, глаза, чубчик. Ну, может быть, единорог какой-то. Ладно, пошли. Для всех тех, кто устал от пеших прогулок, вот такие скамеечки расставлены, в принципе, по всей территории через определенное расстояние. То есть, в общем, есть где присесть. Единственное, нет тенька, но это не страшно. Надо хотя бы посидеть и вода с собой. Вот такой вот интересный проход образовался за счет падения двух камней. Опасненько, но симпатичненько и интересненько. Забавно, на самом деле, прикольно. Черинский каньон – это место, куда приехать с фотографом и на шелков 500 камеров у вас не будет одинаково. Потому что вот здесь вот каждая локация повернется чуть-чуть, и уже совсем другой вид. Ну, такие прикольные. Скалы вообще, красота. Для тех, кому очень сильно здесь понравилось и не хочется возвращаться домой, есть целых два комплекса, где можно остановиться на ночь. Это экопарк Бунгало, экопарк Юрты. Цена в среднем около 3000 в сутки от этой цены начинается. То есть, как бы, ну, не совсем дешево. Это понятно, здесь курорт. Условия такие, как бы, ну, походные. Здесь домики, здесь юрты. Название говорит само за себя, собственно говоря. Причем, если здесь домики индивидуальные, например, на пару, то юрты, насколько я знаю, одна юрта примерно на 8 человек. Также здесь есть кафешка. Вот, наконец-то, вот здесь вот есть кафе. Если вы пришли и помираете просто с голоду и понимаете, что обратно вам не выжить, то, пожалуйста, ну, скорее всего, цены там тоже не маленькие. И здесь же стоят автобусики, которые возят наверх за 1000 тенге за человека. Ну, как сказать автобусики? Там уазики, там... Да, уазики не... Ну, туристические автобусики. Там я вижу уазик с крышей и уазик с сидушкой. Если светло, то, наверное, все-таки без крыши. А если уже темно и смотреть нечего, то, чтобы меньше пыли оседало в легких, можно и с крышей. Вот мы, наконец-то, дошли до виновника появления вот этих вот красот. Это долина реки Черин. Собственно говоря, по названию этой реки и назван этот Черинский каньон. Когда-то она была мощная, глубоководная просто река из рек, какие бывают. И она потихонечку прокладывала себе путь. А уже, соответственно, эти вот все розовые, красные, зеленые, серые скалы, это сделал все ветер. И вот со временем образовалась вот эта вот красота, которой мы сейчас можем все любоваться в свободном доступе. Чтобы все это как-то сберечь, в 2004 году здесь образовался парк. До этого здесь национального парка не было. Просто как, ну, природная достопримечательность и все. В солнечную погоду, либо днем, сегодня была солнечная погода, эта река просто изумрудно-изумрудного цвета. Водичка прозрачная, дно видно, чистейшая просто. Ну, горная река, что говорить. В общем, место замечательное. Это замечательное окончание нашей поездки на Черинский каньон. Холодненькая? Да. А какая чистая, это самое главное. Это просто вообще... Пустыня вода, наконец-то. Не гони, здесь есть реки. Настя пошла трогать водичку. Мне кажется, в жару, когда добираешься до этой реки, просто вот так вот омыть свое лицо, омыть руки, а в жару еще и ноги. Это просто райское наслаждение, никакой баути не нужно. Если вдруг вы хотите сделать что-то на гриле, пожарить что-то на углях, то, пожалуйста, здесь, прямо возле эко-парков бунгало и юрты, есть вот такие вот беседочки и мангалы. Отдыхайте, кайфуйте, только убирайте за собой. В завершении нашей тропы мы нашли самый конец этой тропы. Дальше уже надпись висит «Опасно для жизни», «Движение пешеходов запрещено». Мы стоим, любуемся прозрачной этой вот горной речкой, Чарыном. Классно, вот честно, ни в коем случае не совмещайте ни с чем этот день. Оставляйте этот день именно для каньона. Он настолько оригинальный, нам не хватило времени. Можно было полазить везде, пофоткаться, 150 раз запустить наш диджик-мух. Но время в обрез уже темнеет. Каньон, кстати говоря, место достаточно оживленное. Может показаться, что здесь нет никакой живности, кроме мух, которые облепляют вас просто со всех сторон и кусают еще вдобавок. Но на самом деле здесь несколько десятков видов различных млекопитающих, в том числе лисы. И вот я про мух говорю, это просто катастрофа какая-то, мошки мелкие, это уже жесть. Лисы и так далее. И, кстати, наверху видны были такие лунки-лунки накопанные. Я такой, что это такое? Неужели она брушается? Скорее всего, это какой-то зверек роет. Также здесь еще есть несколько маршрутов. Первый и второй. Ясеневая роща и тополиная роща. Они являются тоже достопримечательностью этого каньона. Но, к сожалению, мы туда уже сегодня не попадаем. И, скорее всего, в эту поездку тоже. Но, если вы заложите целый день, обязательно там побывайте. Здравствуйте. А сколько стоит? Тысяча тенге селлит. Ага. Мы едем по Чирынский каньон. Чирынский каньон, пока. Спасибо большое. Рахман. Всем хорошего. В общем, может быть, я повторюсь, но Чирынский каньон это место, куда обязательно стоит приехать. Особенно вне сезона, когда нет толпы туристов, которые вас будут сносить потоком сверху вниз, снизу вверх. Общие траты составили? Ну, ладно, окей, 220 километров дороги в одну сторону, 1600 за вход на территорию заповедника национального парка. И 2000 мы сейчас отдали за проезд на этой классной фигне. Ну, реально классно. А с растряслом и замерзли. Вот сейчас вот стоим, здесь тепло. А когда он едет, причем он едет так достаточно немедленно, нас просто в разные стороны кидает. В общем, классно. Это место в Казахстане, где обязательно нужно побывать. И вообще это место такое, где можно остаться. И недельку пожить смело. Идем наверх и едем в Алматы. Парковочка уже опустела. Мы сейчас едем. Обратную дорогу мы снимать не будем. Просто для нас это будет 218 километров. А для вас это так, щелк. И мы в кафе. И мы в кафе. Мы снова вернулись в Алматы. Как обычно сидим в нашем любимом кафе Базилик. И собираемся отмечать нашу годовщину, десятилетие. С момента, как мы в первый раз с Антоном решили пойти на свидание. Вы представляете, 10 лет. Это просто полжизни этот. Да, я терплю ее 10 лет. Еще кто кого терпит, ну, блядь, вот, просто. Интересно мне знать. В общем, решили наесться от души. Потом пойдем отдыхать. Устали немножко. Вроде бы дорога хорошая, как за было. И в целом не проблемно. То есть, как бы, ну, и отдохнули сегодня, и вообще все хорошо было. Но вот усталость от дороги, она есть. Усталость от недосыпок, усталость от наших похождений. И вот сейчас мы покушаем и пойдем отдыхать. Если вам нравится, что мы делаем, вы забудьте поставить палец кверху. Если что-то не нравится, нам пальцы внизу, мы не обижаемся. Конечно же, если вам есть что-то сказать, мы всегда рады вашим комментариям. Всегда рады вам ответить, пообщаться. Подписывайтесь на каналчик.xp. И жмите на колокольчик, если вы хотите получать уведомления о наших новых роликах. Ну, а пока, всем пока. До новых встреч в следующем видео. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!